Добрый день! Сегодня рассмотрим относительно свежую головоломки от компании Фанкши. LEMCOOB называется Fission SQube Coupe, ну или Fission SQube. Буду называть ее Fission, если неправильно произношу, поправьте в комментариях. Оригинальная упаковка, чистый картон и надписи LEMCOOB, сделано в Китае. Какой-то QR-код, иероглифы, логотипчик. Ну и вот что мне нравится, на коробочках пишут название головоломки, чтобы не выдумывать, не догадываться. В коробочке ничего нет, кроме самого кубика. Что это такое? Ну и размером чуть больше обычного скюба, наверное где-то миллиметров 60, слез скюб 57, вращается как скюб, локапит конечно. Но помимо этого есть вращение вот такое. Когда я увидел в продаже, сразу подумал, что это будет что-то похожее на Morpho Aureole, того же производителя. Вот специально здесь приготовил. Да и поскольку Aureole я до сих пор не собрал, все, не найду на него времени, были опасения, что и с Fission SQube сразу тоже не справлюсь. Здесь также есть такие вращения. И как скюб. Но разрезов здесь побольше. Особенностью является то, что можно вот так вот как-то изменять форму. Ну и здесь тоже такая возможность существует. Не совсем так. Если мы повернем как-нибудь вот так, то вот изменение формы происходит. Пока вернем. Но оказалось, что все-таки голомка попроще. Мне удалось ее пусть не очень быстро, но собрал. И знаний накопленных ранее мне хватило. Так что Aureole не потребовалось. Но зато из профессорскюба я взял одну идею. Пошли к ней вернемся. Что интересно, Fission SQube предлагается из цветного пластика и из черного. Черный, как я понимаю, продается в комплекте со стикерами, но они не наклеены. Цветная версия, конечно же, сразу работоспособна. И какие отличия между версией черного пластика и цветной? Если мы повернем вот эти вот элементы, то увидим, что здесь рудименты от углов существуют, и они цветные. То есть это скрытый уголок, как от обычного с Кьюба. Если мы возьмем той же стороной, да, вот уголок белый, красный, зеленый. Вот он здесь присутствует. Эти ребра его немножко скрывают, и кажется, что вот он уголок. Но нет, настоящий он внутри. Очевидно, что на версии из черного пластика этот элемент черный. Так бывает на некоторых головоломках. И с одной стороны это дает дополнительный этап сборки на цветной версии, а с другой с ними проще ориентироваться. Я собрал раза 4 или 5 и пробовал по-разному. Обращая внимание на расцветку этих углов и не обращая. Есть свои моменты и там, и там. Но я все же рекомендовал бы версию из цветного пластика, так как на углы можно просто не смотреть, их особо и не видно. И будет версия как будто из черного пластика. Вращение. Поначалу вращался туговато, но после нескольких движений разработался. Единственное, что нужно, доворачивать эти боковые элементы, иначе главный климит. А вращение вполне приемлемое. Не идеальное, заедает, конечно, но собирать можно, не раздражает. То есть, если опять мы вспоминаем наш профессорский юб, здесь даже после большого количества сборок он до сих пор раздражает своими заеданиями. Здесь же нет. Буквально с первой сборки он уже вращается приемлемо. Можно собрать как с кьюб. Можно делать пиф-паф. Не так быстро, как на обычном. Делать еще пиф-паф. Да, и у нас переставляются центры. И мы видим, что стандартный центр, как на с кьюбе, на обычном, будет состоять теперь из пяти элементов. Центральный элемент и четыре таких треугольничка. А углы, вот эти, теперь представлены тремя элементами, если не обращать внимания на внутреннюю часть. И их нужно, естественно, собирать. Поначалу я собираю как с кьюб, а именно внутренние углы, центры. Позже ставлю вот эти вот двухцветные детальки по своим местам. И в конце собираю треугольнички. Давайте перемешаем. Но полностью собирать я не буду. Это не так быстро. Часовое видео, я думаю, смотреть будет интересно не всем. Перемешиваем как с кьюб, вращаем вот эти вот ребра. Чем-то похож на коптер. Коптер смешанный со скьюбом. Ну, поэтому есть сходство с ауреолой. Хотя собирается значительно проще. Когда-нибудь до ауреолы я доберусь все-таки. Но, не сейчас. Еще перемешиваем как с кьюб. Да, и можно вспомнить, что угололомка меняет форму. Незначительно. Можем сделать и это. К примеру, как-нибудь не так. Здесь под углом. Сюда ставим. И вот. Как-то так. Ну, можно так сделать их все. Я пробовал. Единственный момент, что сложности это особо не добавляет. То есть, каким образом мы это перемешали, таким же образом оно и обратно соберется. Что важно, вот в таком положении сделать поворот нельзя. То же самое было на ауреоле. То есть, можем сделать вот так. А вот по этому разрезу уже вращать нельзя. Ну, разрез, конечно, отличается с вишенским кьюбом. Поэтому все их перемешивать. Ну, давайте какой-нибудь еще. Повернем. И куда-нибудь вот сюда отправим. Так. Ну, и вот. Вот перемешанная головоломка. Ну, для начала избавимся от формы. Для этого достаточно поставить их в одном направлении. Неважно, как далеко они друг от друга находятся. Соединить. Развернуть на 180. Разъединить. И вот оба на месте. Ну, и этот так же сейчас сделаем. То есть, ровно как мы их перемешали, точно так же мы их соберем обратно. Вариаций других нет. И теперь для версии из черного пластика и для цветной есть различия. В черном пластике мы уголков не видим. Ну, в цветной мы можем на них вне плане не обращать. Можем просто сразу собрать центры. Вот у нас белый, зеленый, оранжевый. Здесь должен быть синий. Здесь красный, а здесь желтый. Мы приходим к ситуации, что невозможно расположить центры правильно. В примере, сразу. Возьмем вот в таком же положении белый, синий, красный, зеленый, оранжевый. Белый, синий. Здесь должен быть красный, зеленый, оранжевый. Ну, а здесь должен быть желтый. Если мы поменяем желтый напротив белого, то синий, зеленый окажутся рядом, что нехорошо. Из этой ситуации я нашел такой выход. Просто собираем не начиная с белого, а начиная с желтого. То есть, порядок будет вот этих боковых центров обратный. После красного должен быть синий, после зеленого, после синего оранжевый, зеленый и белый. И теперь же все собирается. Сборка центров. Если не обращать внимания на углы или если у вас черная версия, ну, такая вот несложная. Не удалось сразу, просто переходим к другому центру, собираем вокруг него. Но нужно знать порядок цветов. Если мы присмотримся, сейчас внутренние уголки у нас стоят не так, как центры. Давайте соберем углы, как на цветной версии, наверное, будет и интереснее делать. Вот у нас бело-красно-зеленый уголок. Поставим. Вот он, бело-зеленый. Следующий, вот это бело-красно-синий. Его бы поставить сюда, но развернуть, как в скьюбе. Бело-красный, бело-красный. Хорошо. Бело-зелено-оранжевый. Ставим сюда. И еще один беленький. Вот он. Здесь. Поставим сюда. И вот сейчас у нас собраны белые углы вокруг белого центра. И это хорошо. Собираем желтый. Ну, как в обычном скьюбе, я вижу, что здесь ситуация восьмерка. Делаю пиф-паф. Должны получиться глаза. Глаза. Ну, вроде получились. приходится отодвигать ребра, но это ненадолго. Сейчас должны углы собраться. Да, видим, все желтые сверху собраны. Ну, остается переставить центры. Белый здесь. Сюда поставим желтый. Юпермут. Как видно, я спокойно вращаю пиф-паф и заедание минимальное, хотя они есть. Что я сделал? Я желтый поставил на место. Здесь оранжевый центр у зеленых углов, красный у красных. И это хорошо, это противоположный. Переставляем оставшиеся центры тем же Юпермум. И вот этап с Кьюба завершен. Но головонка не сильно изменилась по внешнему виду. Дальше простыми движениями собираем вот эти вот пары двухцветных ребер. То есть вот здесь вот собрано. и ставим их естественно на свои места. Бело-красные центры и вот два ребра стоят на месте. Здесь бело-зеленое должно стоять. Где у нас бело-зеленое? Оно вот здесь. Чтобы соседнего поставить мы повернем под углом объединим здесь развернем и отменим. Один есть. Если у нас стоит далеко разворачивать не надо. То есть вот соседние а это чуть подальше. Здесь можно из такого положения. Если мы поставим так они конечно станут рядом но нужно поставить на место существующего. Ну вот я захватил с треугольничком чтобы они уже двоем на место встали. Раз разворот обратно. Ну примерно тот же принцип что и профессор с кьюби для сборки вот этих вот элементов. Я наверное много оттуда взял идей целых две. Так я вот поворачиваю чтобы было удобно смотреть. Давайте ребра соберем наверное не сложно здесь дальше синие вот тоже есть сюда оранжевая нужно под углом неважно какой стороной разворачиваются так так кажется что вот эти элементики хлипкие но вроде все держится не вылетает еще что интересно по строению мы видим вот эти элементы с большим зазором и там внутри этот винтик можно регулировать также большой зазором сделан для того чтобы они при таких движениях не цеплялись друг со друга они часто пересекаются немного цепляются конечно все равно но если бы они были покрупнее то цеплялись бы сильнее а так вот посвободнее не ходят сюда красный синий а зеленый я не на той грани собрал бывает быстро меняем местами зеленый сюда и с этой стороны вот так поменять местами не сложно ну и сюда еще оранжевый так оно близко подворачиваем ну и вот у нас собрались ребра вокруг белого центра можем собрать остальные вот здесь вот сине-красное стоит нужно еще одно такое вот оно с противоположного переставлять неудобно они напротив стоят поэтому я чтобы достать вот это отсюда поставлю сюда какой-нибудь полезное красно-зеленое тут поблизости где-нибудь найдем вот оно ну и сине-красное тогда вылезет красно-зеленое так вот сине-красное появилось ставим еще одно есть так здесь зелено-красное оно должно быть там это далеко а может конечно делать цветоповую но и предпочитаю собирать сначала простым способом так сине-оранжевое вот сине-оранжевое на месте и теперь можно вот это зелено-красное поставить на свое так есть зелено-оранжевое сюда и вот это тоже так так ну здесь удачно у нас на желтой грани все само собралось может потребуется переустановка их делается все точно так же очередной этап завершен и остается переставлять вот эти треугольнички на свои места и это делаю двумя способами сначала без стоповов потом с этаповами из обычного скюба мы знаем такой вот алгоритм один пиф-паф второй пиф-паф он делает вот такую комбинацию разворачиваем на 180 и повторяем на скюбе ничего не поменялось но на деле развернулись на 180 градусов передней и задней центры то же самое я использую на профессорскюбе недавно вы могли видеть на сборку на скорость этой чудной головоломки и вот для сборки последних вот этих вот элементиков квадратиков я использую ту же комбинацию вот сюда нужен желтый квадратик чтобы вот это ребро собрать сюда нужен красный квадратик и вот эти можно местами поменять так же вот эти поменяются но если здесь будут одинаковые то не страшно а сзади я держу все одинаковое потому что на профессоре так удобнее что мы делаем делаем два пиф-пафа аккуратно не спеша это же профессор скюб профессор не сломайся профессор скюб заклинил и я все перемешал поэтому дубль два я создал аналогичную ситуацию нужно поменять вот эти квадратика два оранжевых поменяется ничего не изменится и на противоположной стороне все элементы белые так что разворот будет незаметен делаем что обращаем к себе стороной где нужно перемещать разворачивать будем на 180 градусов и делаем два пиф-пафа перехват на 180 еще два пиф-пафа раз пиф-паф два пиф-паф выглядит все страшно надо не бояться перехватываем еще два пиф-пафа раз два и смотрим у нас поменялись вот эти элементы местами и вот так их попарно до конца все и переставляем ну тут остается еще два показывать уже не буду продемонстрирую на фишинс к юбе тот же алгоритм как я поступаю нахожу пары которые можно поменять ну или хотя бы чтобы один элемент стал хорошо вот этот белый хорошо станет вот сюда вот этот оранжевый неплохо стал бы сюда но это в другой раз поменяем этот белый с этим красным а за второй прием оранжевый с красным станет тоже хорошо то есть белый встанет но в то же время здесь вот эти два поменяются белый сломается хотя он перейдет сюда что не страшно но лучше наверное поставить сюда тот который не жалко то здесь вот будет полезная перестановка белый станет на место а здесь бесполезная но и безвредная это белая сторона но противоположный что мы видим видим что можно вот этот желтый поставить сюда здесь ничего полезного не сделать но главное не сломать этот оранжевый вот с этим белым местами поменяем ну и делаем ту же комбинацию белой стороной к себе один пиф-паф здесь это безопасней второй пиф-паф хотя поначалу я тоже ошибался перехватываем на желтую один пиф-паф и второй пиф-паф смотрим что произошло здесь не помню что должно было быть но возможно желтый встал на место а здесь вот появился беленький красный перешел сюда теперь мы можем вот так вот развернуть поменять вот эти местами и они встанут к своим ребрам здесь опять перестановка бесполезная с этой стороны опять лишь бы не сломать синий неважно куда пойдет белый с оранжевым поменяются бывает и больше полезных перестановок но сейчас просто не повезло ну можно вот это доделать повторяем один пиф-паф второй пиф-паф перехват я держу немножко на боку как для скоростной сборки но можно держать как в методе для начинающих в таком положении делать пиф-паф что здесь вот они два встали на место бело-красное уже готово бело-оранжевое еще нет но мы можем вот на любой грани делать такие перестановки здесь ничего полезного не случится здесь нет на синий вот этот беленький ага нет беленький там уже есть кстати легкие перестановки кончились их бывает побольше но не сейчас повернем нужной стороной ну зато продемонстрирую как делать с этапом все развернем чтобы было проще ориентироваться ну допустим больше нет легких перестановок которые я то что показывал что мы делаем находим какие-нибудь элементы не на одной грани и даже вот не близкие которые нужно переставить вот этот красный и вот этот синий их можно бы местами поменять что я делаю я вот этот элемент поставлю куда-нибудь сюда каким образом ну здесь повернем красный красный гоняем сюда вот он разворачиваем возвращаем и вот у нас красный который стоял тут не на своем месте он должен быть где-то где-то с красным а вот этот синенький переставим сюда ну кстати заодно можно вот эту полезную перестановку сделать пока никто не заметил синенький сюда пойдет но главное что вот эти два поменяются местами и позже мы просто эту половиночку на место вернем теперь проверяем что на противоположное у нас ничего не сломается делаем вот так ну тут перестановка бесполезная можно конечно все это оптимизировать но сейчас мы поменяем вот эти два элемента и потом вот эту половинку вернем на место тем же алгоритмом один пиф-паф второй пиф-паф перехватываем один пиф-паф второй пиф-паф пиф-паф ничего хорошего не случилось здесь видим переставились теперь вот эту половинку нужно обратно забрать можем делать это вот так так и видим вот это ребро собралось белокрасное было собрано и так до конца помимо вот такого сетап мова я пробовал еще другой где мы просто вот так подворачиваем вот этот разворачиваем вот эти два меняем и потом все обратно почему так можно ну потому что вот эта грань перейдет вот сюда и здесь ну если бы она была собранная все осталось бы хорошо если не собранная то нужно следить а чтобы следить было меньше мне проще половинку ребра сюда закинуть поменять безопасно и вернуть так мне показалось легче ну дальше в том же духе вполне понравилась мне головоломка Fishing's Cube рекомендую не очень сложная но и не самая простая то есть знаний которые у меня есть мне хватило так что если вы умеете собирать скьюб и есть ну какие-то представления о замене собранного на несобранное то осилить можно возможно какие-то у вас другие способы появятся для сборки пишите в комментариях а на этом все всем спасибо всем пока